Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал диетолога Скачко. И в этом видео вы узнаете несколько секретов диетолога. Как не отравиться ацетоном, готовя в домашних условиях кашу из семян льна. Далеко не все способы приготовить кашу из семян льна в домашних условиях безопасны. Некоторые чреваты отравлением ацетоном. Но, досмотрев это видео до конца, вы будете знать больше, чем некоторые эксперты в интернете. Итак, первый секрет диетолога. Прежде чем купить семена льна, читайте на упаковке. Вы должны найти там без гликозида линемарина. Или гликозид линемарин удален. Иными словами, производитель семян льна, измельчая семена льна, удалил опасное токсичное соединение из семян льна. И он думает о вашем здоровье. Реально, те полезные вещества, которые находятся в семенах льна, теперь могут достаться вашему организму без риска отравиться ацетоном. И если вы всегда именно так находите семена льна, напишите в комментарии. Я всегда ищу семена льна без гликозида линемарина. Ну а если вы не знали эту особенность, можете написать теперь буду искать правильные семена льна. Без этого ядовитого соединения. В любом случае, неважно вы нашли правильные семена льна, либо купили те, которые были доступны. И второй секрет диетолога поможет в любом случае и повысить биологическую ценность каши и семян льна. И избавиться от ацетонов на втором этапе. А для этого вам нужно, перед тем как заваривать кашу и семян льна, нужно их немножко подогреть. На сковороде. 3-5 минут. При этом гликозид линемарина разрушается. Ацетон обладает летучестью. Он удаляется в воздух. И неважно вы ощущаете аромат ацетона, либо вы его не ощутили. В любом случае разрушение гликозида позволит избавиться от ацетона на этом этапе. А что делать, если вы правильно нашли семена льна? Предварительное, кратковременное нагревание оживит семена льна. Иными словами, те белки, которые были сырыми в семенах льна, теперь, после термической обработки, лучше будут усваиваться в вашей пищеварительной системе. А их достаточно много. Линяное масло, содержащее ценные ненасыщенные жирные кислоты, при этом оживится. Легче будет его излечь из клеток семян льна. И оно не успеет окислиться. Потому что вы будете поджаривать измельченные семена льна непосредственно перед тем, как готовить кашу. Масло не успеет окислиться. Какие растворимые в нем витамины. Жир и растворимые витамины А и Е. Они тоже очень важны для вашего организма. И имеют достаточно широкий спектр положительного действия на обмен веществ. И в этом случае неважно, какие семена льна вы использовали. В любом случае биологическая цена всех компонентов возрастает. И если вы каждый раз перед тем, как заварить кашу из семян льна, поджаривали, напишите. Я всегда перед тем, как приготовить кашу из семян льна, семена льна поджариваю. Далее вам нужно знать и правильно выполнить третий секрет диетолога. А именно, когда вы завариваете кашу из семян льна, очень важно помещать измельченные семена льна в горячую воду. Иными словами, вы кипятите воду. Далее при помешивании добавляете нужное количество семян льна. И в этом случае они прекрасно завариваются. И вы получаете прекрасную вкусную кашу. Примерно так готовили и манную кашу. Семена льна также требуют нежного отношения. Завариваются достаточно быстро. А предварительная термическая обработка позволит полноценно усвоить и заложенные в семена льна белки. И другие компоненты. Об этом я уже рассказал. И никогда не советую, когда вы готовите кашу из семян льна, накрывать плотно крышкой. И если вы не закроете плотно крышкой кастрюлю, в которой готовится каша. Вы сможете максимально полно очистить от ацетона вашу будущую кашу. Она принесет вам максимальную пользу. И понятно напрашивается простой совет. Никогда не заваривайте кашу из семян льна в термосе. Если вы не уверены, что гликозид линемарин удален полностью. И не может вам навредить. Как использовать кашу из семян льна? Просто. Если вы хотели приготовить кашу из семян льна для похудения. Тогда можете использовать ее несколько раз в день. Примерно стакан-полтора на один прием пищи. Если вам нужно было приготовить кашу из семян льна для очищения кишечника. В этом случае вы используете ее во второй половине дня. Вечером перед сном. Где-то за час-полтора. Она позволит вам активизировать перистальтику кишечника. Очистится кишечник. Вы можете таким образом вылечить запор. Ну и несколько снизить вес. Это тоже будет бесплатным приложением к такому использованию льняной каши. Ну а если вам нужно больше информации. Смотрите другие видео на моем канале. И про семян льна. И про другие продукты питания. Их нужно правильно готовить. Чтобы получать максимальную пользу для своего здоровья. Без вреда. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала с вами. В крепком здоровье. И разумного к нему отношения. А пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео. Занесите мое видео в закладки. В избранное. Можете подписаться на мой канал. И сотни полезного видео будут вам доступны. Вы легко сможете находить. И использовать для своего здоровья. До новых встреч на моих видео каналах. Доктор Скачко и школа доктора Скачко это YouTube. А также школа доктора Скачко в Instagram. Ищите другие видео с пометкой. Кулинарный канал диетолога Скачко. Увидимся. Продолжение следует...